Книги как спасение, книги как увлечение, книги как лекарство от тоски и одиночества, книги-проводники и книги-друзья. Вы обязательно найдете то, что необходимо именно вам. Мы же со своей стороны можем только посоветовать. Саша Филипенко, молодой белорусский автор, родом из Минска, живет и издается в Москве. Его книги переведены на французский, немецкий, чешский и другие языки. Роман «Красный крест» – это история двух персонажей Татьяны Алексеевны и ее нового молодого соседа по лестничной площадке Саши. Это две трагические истории – старая и современная. О самом названии стоит сказать особо. «Красный крест» – это не только наименование швейцарской благотворительной организации, переписка которой с наркоматом иностранных дел СССР во времена Второй мировой войны лег в основу романа. Вообще в Каинромане очень много крестов. Это и ржавый железный крест на безымянном захоронении. Это и крест, нарисованный на двери Татьяны Алексеевны, чтобы она не потерялась, потому что страдает болезнью Альцгеймера. Крест – то, что несет каждый из нас. Крест, который несет страна. Сам автор в одном из интервью признался о том, что «я хотел бы, чтобы эту книгу прочитали все те, у кого на машине наклейка 1941-45 можем повторить. Роман написан динамично, легко читается за несколько вечеров, и я уверена, для многих станет настоящим откровением». Вообще очень сложно поверить в то, что Саша Филипенко, книги которого «Травля», «Бывший сын», «Красный крест», как горькое лекарство. Сам же он профессиональный телеведущий, блестящий сценарист, автор многих шуток для известного шоу «Прожектор Пэрис Хилтон». И все это Саша Филипенко. Я абсолютно уверена, что его героев надо знать, надо помнить и понимать, хотя бы для того, чтобы всем нам оставаться людьми. Евгений Германович Водолазкин – новый русский классик, родившийся в Украине. Однажды его судьба совершила крутой вираж. Специалист по древнерусской литературе, доктор филологических наук, ученик, академик Ильихачева вдруг взял и заявил о себе как прозаик. И в 2010 году вышел его первый роман «Соловьев и Ларионов». А уже два года спустя появились романы, полюбившиеся многим – «Лавр и авиатор». Сегодня книги русского Умберто Эка, как принято его сейчас называть, изданы более чем на 30 языках мира. Мы же говорим сегодня о четвертом романе, пожалуй, самом музыкальном романе Водолазкина – «Брисбен». В Брисбене судьба главного героя меняется, как в античной трагедии, резко, раз и навсегда. Глеб Яновский, музыкант, виртуоз, гитарист, объехавший полмира, вдруг осознает, что тяжелый недуг не позволяет ему дальше продолжать свою музыкальную деятельность и начинает заниматься поиском новых смыслов жизни, поиском точки опоры. Говорят, что человеку для того, чтобы выйти из депрессии, важно осознать, что в этот же самый момент рядом с ним кому-то еще хуже, чем ему самому. Так в романе появляется маленькая девочка, болезнь которой неизлечима. Смогут ли эти два героя спасти друг друга, мы можем узнать, перелистывая страницу за страницей. Еще об одном герое романа не могу не сказать. Это полифония, многозвучие, многословие, певучая украинская мова, красивая русская речь, фразы на немецком языке. Все это настолько органично и к месту, как и, в общем-то говоря, сам Брисбен. Город-мираж, город-утопия, недосягаемый город на другом конце света. Брэдбери в юбке, современная готика, сказки для уставших и взрослых людей. Все это отзывы на книгу польской писательницы Ольги Токарчук, лауреата Букеровской премии, которая год назад получила Нобеля по литературе. Диковинные истории. Это 10 историй, в которых перемежается реальность с диковинностью или странностью, необычностью. Все они, в общем-то, не связаны между собой и, кажется, кто-то невидимый протягивает тонкой ниточкой одну историю за другой. И если прочитаешь одну историю, впечатление о сборнике, оно будет неполным, каким-то куцем, я бы сказала. Автор переносит нас абсолютно в разные временные участки и разные точки географии. Например, в одной истории речь идет о волыне времен шведского нашествия, а в другой мы переносимся в современную Швейцарию, а в следующей мы оказываемся в каком-то новом воображаемом виртуальном пространстве, перемещаемся в будущее. Диковинные истории – это сборник размышлений, размышлений философских о жизни и смерти, о том, что ждет человека в будущем, о вечной жизни, о любви, что с нами может сделать наука и эксперименты, о связи рационального и иррационального. Но можно сказать однозначно, что все это написано прекрасным языком высокой классической прозы. Читайте и помните, книги изменяют нас, а мы влияем на судьбы книг.